Но в основном в фидерной рыбалке, особенно в рыболовном спорте, мы ловим на падающую насадку и в 90% случаев рыба атакует крючок именно в момент падения. Именно поэтому крючок должен быть легким, леска должна быть подобрана оптимально, чтобы планирование насадки было максимально природным и рыба не почувствовала подвоха. А сейчас я вам расскажу свои алгоритмы выбора крючков и лесок и их соотношения. Крупная рыба обладает огромным ртом и это, собственно, эту проблему решает. Поэтому крупная рыба, толстая леска, большой крючок, огромная насадка. Залог успеха, но очень рискованный залог. Рыболовный привет! Вы на канале Страшная Рыбалка и с вами Алексей Страшный. И сегодня мне бы хотелось уделить время такому важному соотношению, как соотношение толщины лески к размеру крючка. Мало кто задумывается, что это важно. Обычно люди считают, что маленький крючок это панацея, но на самом деле все немножко не так. А вот соотношение размера крючка, веса крючка к толщине лески, вот это залог успеха. Именно правильный подбор этого соотношения приведет вас к успешным рыбалкам. Поэтому смотрите внимательно, поддержите это видео лайками, а я вам сейчас коротко расскажу свои лайфхаки. Получается, что тяжелый крючок на толстой леске не будет иметь успеха, как собственно и наоборот. И задача рыболова подобрать в конкретные условия, в конкретный момент правильно это соотношение, чтобы толщина лески позволяла вытягивать рыбу с одной стороны, не настораживала ее с другой стороны, и крючок был максимально легким в этих всех условиях. Почему так важен вес крючка? Все дело в том, что наша насадка, она находится на крючке 1, ну и на леске 2. Для рыбы является привычным определенный вес ее кормовых объектов. И когда она не может взять пищу, она не попадает к ней в рот, это говорит о том, что что-то не так, что-то неладное, рыба ощущает опасность. Именно поэтому рыболов должен добиться максимально природного падения насадки на дно. Иногда рыба берет, конечно, насадку и непосредственно с дна, но в основном в фидерной рыбалке, особенно в рыболовном спорте, мы ловим на падающую насадку, и в 90% случаев рыба атакует крючок именно в момент падения. Именно поэтому крючок должен быть легким, леска должна быть подобрана оптимально, чтобы планирование насадки было максимально природным, и рыба не почувствовала подвоха. Также соотношение регулируется размером насадки, которую вы применяете. Чем более объемная насадка, чем больше веса, собственно, она имеет, тем менее важен вес крючка. С точностью до наоборот. Чем меньше насадка, чем компактнее крючок, и чем компактнее она насажена на этот крючок, тем важнее вес вашего крючка. Это тоже важно помнить. Желаете узнать больше об алгоритмах выбора крючков, об оптимальных тактиках на рыбалках в конкретных кейсах? Тогда оформляйте спонсорскую подписку на канал Спрашная рыбалка. И давайте отправимся на рыбалку вместе. Именно на практике можно улучшить свои рыболовные знания, изменить свой подход к ловле и трансформировать его. Потому что теория с практикой рыболовной, они расходятся очень далеко и надолго. И только практические тренировки позволят вам улучшить ваше рыболовное мастерство. Выбирая насадку, вы отчетливо должны себе представлять, какую рыбу вы собираетесь ловить. Потому что лещ это рыба, которая питается со дна, соответственно нужна большая объемная насадка, лежащая именно на дне. Если вы собираетесь ловить плотву, сенца, густеру, верховодку, не дай бог ее ловить, конечно, ваша насадка должна быть в толще. И в толще она должна находиться максимально долго. Поэтому от того, какую насадку вы используете, напрямую зависит ваш выбор монтажа. Собственно, к этому можно привязать и целевую рыбу, потому что комплекс насадки к желаемому трофею это вот тот алгоритм и пазл, который вы складываете каждый раз на рыбалке. А теперь у меня провокационный вопрос. Насадка на какой леске будет тонуть дольше? На толстой или на тонкой? К примеру, возьмем леску 0,25 и леску 0,1. Напишите вашу версию в комментариях, а я попробую резюмировать и объяснить свое мнение. В свое время Игорь Петрович Шестопал, который открыл множество рыболовных талантов, в том числе и мое вступление в спорт было связано со знакомством с ним, использовал леску диаметром 0,28 зеленого цвета. Он ее использовал с пенопластом. Прекрасно у него всегда клевала рыба. Мы пошучивали над ним, рассказывая, что, наверное, рыба думает, что это водоросли зеленого цвета, на которой находится еда. Но на самом деле все было скорее немного иначе. Все дело в том, что на толстой леске маленький крючок, он будет не совсем природно себя вести, и леска под своей толщиной будет утягивать легкую насадку вниз. Но в случае с пенопластом, в случае с крючком, на котором есть поднимающийся поплавок, здесь все работает совершенно по-другому. Да, на соревнованиях мы ограничены в использовании поднимающихся компонентов, и мы не используем пенопласты, пуфы и так далее. Но если у вас есть возможность их использовать, они редко мешают. Поднимая насадку либо над одном, либо вовсе поднимая ее в толще, позволяет сделать эффект зависания. И именно в этом случае происходит такой перелом. То есть даже толстая леска на относительно крупном крючке с помощью пенопласта очень хорошо всплывает, и рыболов может добиться относительно природного падения даже такой грубой снасти. Собственно, для меня одним из наиболее важных факторов выбора лески среди остальных также является и целевая рыба. К примеру, очень часто я использую крайне толстые лески 0,25, 0,28 и 0,3, понимая, что я желаю поймать большую рыбу. И я рискую этим, я рискую рыбалкой, я рискую поклевками. Я понимаю, что я могу не получить и вовсе этих поклевок, но я понимаю, что если случится хотя бы одна, она будет реализована. Поэтому ваша целевая рыба – это важный аргумент в выборе поводка и крючка. Помните об этом. А сейчас я вам расскажу свои алгоритмы выбора крючков и лесок и их соотношения. Если я применяю крючки 18-20 номера, мой выбор лески 2,07, 2,08. Такая леска и соотношение просто топ для мелкой осторожной рыбы. Крючки номер 16 и 14, они подойдут прекрасно к леске 0,1. И тоже не будет никакого диссонанса. Если я использую крючки 12 и 10 номеров и толще, у меня в такой же пропорции изменяется толщина лески. То есть я перехожу на лески диаметром 0,12 и 0,14. И этого также достаточно. Но глобально, если рыба клюет на леске толще, чем 0,16, я считаю, для нее, для рыбы нет разницы, нет страха и нет боязни. Единственная проблема в толстых лесках – это жесткость насадки. Но крупная рыба обладает огромным ртом и это, собственно, эту проблему решает. Поэтому крупная рыба, толстая леска, большой крючок, огромная насадка. Залог успеха, но очень рискованный залог. Можно остаться без улова, а можно поймать одну рыбу и радоваться этому целый год. Да, конечно, были в моей практике уникальные случаи, когда я использовал маленькие крючки 16-18 размера на толстой леске 0,18, 0,2, 0,22. Но это скорее исключение из правил, которые это правило подтверждают. Я не убеждаю вас в том, что мое мнение едино правильное, но такой опыт я получил исключительно рыболовным путем и считаю необходимым с вами им поделиться. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если вдруг у вас остались вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Ну а я в будущих видео сниму вам видеоответ. Но прошу помнить, что рыбалка – это творческий процесс, который уникален тем, что зависит от ситуативно принятых рыболовым решений, но для этого непременно нужно бывать на рыбалках. Ну а с вами был Алексей Страшный, канал Страшная Рыбалка. Не забудьте поддержать это видео лайками, поделиться этим видео с друзьями, если оно оказалось для вас полезным. Ну а кто еще не подписался на канал, активируем колокольчик и оформляем подписку. До новых рыболовных встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok